Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на очередном заседании клуба Скворечня. Наша тема японская культура, китайская и японская культура. И вот сегодня мы должны завершить разговор о садово-парковом искусстве этих регионов. В прошлый раз мы говорили, возможно, зумбурно, возможно, мне не удалось донести до вас, потому что я и сам-то недальневосточный же человек, поэтому мне довольно трудно говорить на эту тему. Это не европейская территория, но все-таки мне кажется, что мне удалось сказать, что искусство японского сада насквозь символично с одной стороны, и чтобы понимать его, надо, в общем, знать, что означает, что бамбук – это символ учености, но вот то, что он потому, что он пустой внутри, поэтому он символ учености. Помните, мы говорили, на книжной ярмарке китайцы запретили незнайку делать символом? Они не могли понять, почему незнайка – символ ученого человека, а пустота, по-изнему, это символ учености. Ну и стойкости, разумеется. И так далее. То есть все вот эти и природные объекты, они что-нибудь доозначали это с одной стороны, а с другой это все превращалось в совершенно невообразимую красоту. Я не знаю, откуда у нас берется вот это понимание, мы же инстинктивно – вот это красиво, это некрасиво. Но красота нам совершенно невозможная, не описывая никакими словами. И, кстати, вот петлю замыкая, мы должны помнить, что символ, он в своей глубине тёмен и неизъясним. Если речь идет не о знаке, не об аллегории, вот кирпич на дороге красной, да, то тут никакой неизъяснимой глубины нету. Движение запрещено и всё, это знак. А вот условно говоря, ну я не знаю, ну хорошо, даже вот крест, крестьянский, это не знак, это символ, потому что он рождает бездну ассоциаций, а в самой глубине мы не можем подобрать слов. Вот тогда это символ. Теперь мы должны несколько слов сказать о происхождении всё-таки японского, вот этой, ну как бы символики, что ли, детали японского сада. Связано это с поклонением камням. Это общая черта всех древних народов. У нас в селе Медведь лежит огромная глыба, которой поклонялись финно-угорские народы, живущие здесь. Под Вологдой гора, по-моему, Маори называется, там камень-следовик, то есть камням по всем мире, да. Но в Японии это всё-таки имело несколько иной характер. Ну, во-первых, здесь мы очевидно видим фаллическую форму. Возможно, это какой-то культ, связанный, ну вот, с эротическим обновлением земной там жизни и всё прочее. И вот, но, но, но смотрите, поклоняться камню, это значит поклоняться ему форме. Вот что хотите, делайте. Там всё равно должна быть или выбоинка, как в Медведском камне и Маорском, или он должен быть в какой-то особенной форме, нельзя поклоняться всем камням вообще. Он должен быть или огромный, очень. Поэтому здесь уже формально идёт ратилищ. Вот разрушенное святилище, состоящее из вертикально стоящих камней, и тоже это был объект, объект поклонения. Вот так мог выглядеть алтарь древних японцев. И вот я подчёркиваю вот эту всё-таки формальную составляющую вот этого культа. А это, значит, знаменитая, ну как они называются-то, забыл, верёвки-то из рисовой соломы, которым как бы огораживали священное место. Это два священных острова, связанные вот этим огромным канатом. И вот место вот между этими канатами называется Сики. Вот это священное место, которому поклонялись. Подчёркиваю, там не было ни алтаря, ничего. Это было пустое пространство, в которое приходили молиться. И вы помните у дзен буддистов, у них основатель-то тоже сейчас не помню сразу, он же ведь сидел просто в пустой комнате и смотрел на стенку. Это очень важно. А там наверху это синтаистские ворота, тории так называемые. Они появились по легенде из-за того, что богиня солнца Аматарасу однажды, ну что-то ей показалось не очень, шум какой-то её обеспокоил, она забралась в пещеру и завалилась камнем. И в мире стало темно. И вытащили её только потому, что построили вот такой насест перед входом в пещеру, туда посадили петухов, сколько нашли. И они как заорали, и она, значит, думает, что ж такое, вылезла, и всё стало в порядке. И вот эти ворота сейчас стоят у входа в синтаистские храмы везде. И пройти сквозь них, считается, будет удача. Так вот, подчёркиваю я вам это место. А это вот древнейшее святилище. Вот здесь такой тезис возникает. Это святилище в Иссе. Оно было построено в III веке н.э. Вы мне справедливо скажете, что деревянные конструкции так долго не живут. Правильно. И с одной стороны, это самое древнее здание в мире. Деревянное. А с другой стороны, оно моложе любого из нас с вами. Потому что есть такой обычай перестраивать этот храм раз в 20 лет. И, представляете, с III века, вот он дожил до нас. Но это ведь точные копии. Камышовая крыша. И вот эти вот брёвна, которые прижимают оклупень. И, ну, всё тут, всё воспроизведено полностью. Что получается? Получается, что древность... Вот мы приходим в музей, да, и вот это вот пыль веков, там вот это... А, подделка, копия, это значит не годится. Понятие древности в Японии совсем другое. Оно и в саду-то совсем другое. Потому что там галька может изменить цвет. Да, что-то может, ну, я не знаю, кустарник может там отмереть. Его заменяли и считали таким же ценным. Вот как и здесь. То есть древность, она связана с мыслью, с идеей, а не с потрескавшейся поверхностью. А вообще это зерновой амбар. И это тоже место, откуда пошла религия синто. То есть путь духов мы понимаем, но когда это приобрело человеческие размеры, то молиться стали вокруг зернового амбара. Единственный вход, галерея, там подношения делали. Камышовые крыши, я вообще не знаю, с каким и нетерпением. Она вот такой толщины, и вся состоит из стебельков камыша. Вот так вот натыканных рядом друг друга. Фантастические вообще работы. Вот такое святилище. Ну, теперь, значит, допустим, это сад Зюридзи в Киото. Значит, вот здесь мы начинаем. Ну, здесь мне хочется подчеркнуть вот какую еще мысль. Вот соотношение здания и сада. Дело в том, что, как бы это сказать-то, вот в европейских садах есть субъект, есть объект, есть усадьба и есть сад, парк. Мы уже выйти, погулять, вернуться, холодно стало, сыро. Все-таки в японских садах этого практически нет. Дело в том, что ведь японские дома, они ведь состоят из этих стен, и состоят из промаршенной бумаги, да? Они раздвигаются очень легко. И я сам наблюдал. И, как бы это сказать-то, все знают, что вот природа, она как бы вплывает в дом. Она никак не противопоставлена, потому что какой-то интересный вид, вот с галереей или раздвинутый, это необходимая принадвежность жизни этого дома. Вот это очень важно. И поэтому, конечно, и предусматривалось, как луна, как, значит, в случае ветра, осенью и весной все равно, значит, как будет это все, голые ветки, если они там есть. Если это не сосна, какую они будут отбрасывать тень. Как там слышно, не слышно. Уверяю вас, мастера сада, вот достаточно взглянуть на руководство. Вот канон, канон само по себе для человека европейского, тем более американского, это отрицательная вещь. Это, значит, правило, которое надо соблюдать. Для человека восточного и средневекового вообще канон – это как бы руководство к действию. Это некий такой набор, который нужно обязательно воспроизвести. А как же, спросите вы, новации? А для новаций было вот в японском языке специальное слово, когда художник отступает от канона, ну, пускай отступает, вот он называется таким словом. Это, знаете, как на русской свадьбе. Вот дружка, если он не произносит необходимых формул, у вас цветочек, у нас садочек, давайте ваш цветочек пересадим в наш садочек, или там у вас ком-теста, у нас ком-теста, давайте им скатаем в одно место, то скажут, что дружка только жрет, не предсказывает, плохой дружка. То есть он должен это отбарабанить. Но если он талантливый человек, а в народе бывают настоящие народные артисты, он что-нибудь придумает свое, какую-нибудь шутку припустит, или скажет что-то, что знает только жених и невеста, и так далее. Вот это соотношение канона и творчества. Во всяком случае. Вот видите, какие бывают камни, вот какие сякие, в каких композициях они могут соотноситься, по мнению автора этого руководства. Здесь не бесчисленное множество, но все-таки множество. Вот такие, допустим, дорожки. Самое главное в саду – это дорожка. Дорожка, потому что это путь. И как бы вот ее, особенно в чайном саду, там вот вся эта история. Ну, дойдем мы до чайного сада, но вот представьте, гости пришли. Впереди идет главный гость, за ними остальные тянутся. Вот это ритм шага, да? Повороты. Вот с этого поворота виден каменный светильник, с этого поворот ручья, с этого водопад. Тем более, что эти сады, как правило, маленькие. Поэтому надо уж очень все это предусмотреть, и чтобы вот это вся эта была. Потом они останавливаются, там омовение и все прочее. Но вот по саду-то пройти – это самое такое непростое занятие. А тут еще, видите, показаны каменные сосуды для воды, для омовения рук. Ничего лишнего, ничего выспреннего. Это из камня вырубленные буквально вот такие вот тумбы. А вот это каменные фонари. И опять, то есть фонарь вообще означает свет, разгоняющий мрак невежества. Если вы прикажете, мы с клубом Скворечни сделаем символ вот такой фонарь, например, японский. Пускай стоит, что называется. Но ведь это еще и форма. Казалось бы, для того, чтобы выразить мысль, что мы разгоняем свет невежества или свет, ну вот, на зачайной церемонии, достаточно просто зажать фонарь, да и все. Нет, разная форма. И каждый имеет историю, каждый имеет свое объяснение. Ну вот, сухой сад. Как сказано в нашем фильме «Деловые люди», песок, неважная замена овсу. Помните, он гонял вот там и кормил песком. Но здесь песок заменяет воду. В сухой сад, там принципиально никакой воды и быть не должно. Камни, кустарник и галька. Песок. Конечно, это олицетворяет ручей или реку. А чаще всего все-таки океан. Океан пустоты. Океан жизни. И вот в Японии самое главное ругательство по поводу произведения искусства выглядит так. Все сказано. Это значит, тебе не дали простора для фантазии. Художник все за тебя рассказал, тебе. И ты посмотрел, ушел. Все сказано, это значит плохо. Так вот здесь вы можете как угодно. Вот птичка села, листок упал. Да? Снежок. Или там, ну, ветерок там что-то зашевелилось. И вы сидите, ну, вот мне не удалось, вернее, мне удалось посидеть, я ни черта не понял, ни черта не почувствовал. А вы сидите и вот и думаете, как вот вы там преодолели, там, знаете, вот когда поток, там, значит, как бы порог сделан. И за порогом начинается, допустим, большое море. То есть это вот ваши трудности жизненные. Вы их преодолели. Ну, преодолели, испытывая спокойствие. И, ну, вот как бы вы стали вот этим широким морем, вобрали в себя и плохое, и хорошее. Вот это можете думать. Можете песенку напевать. Как вам будет угодно. Вот еще сад камней. Здесь и корабль жизненных невзгод. Видите, специально расчесывают галечку, что как бы вот он движется туда вперед. Ну, и все остальное опять. Большой камень, малый камень, соотношение, гость, вот линии, формы, объемы и символика. Сад мков. Это особенный сад. Мне кажется, они особенно красивые. Вживую я не видел. Но вообще предмет, который несет на себе, а предмет времени, он как бы целится. Да? И вот здесь мхи, они же меняют цвет. Ну, все равно. Причем, еще раз, это все рукотворно. Вот что самое потрясающее, что это все... Природа для японца, она, конечно, и дом, и все прочее, она слишком хаотична. Она не годится для произведения искусства. Она, ну, не дает вот тех мыслей, которые мастер сада может внести. И уж как они это все делали вручную? Ну, не знаю, может, все-таки как-то использовали деревья. Ну, или все-таки сносили вот этот мох с разных сторон. А давно мы с вами погружали ногу-то в мох-то пружинищей? Я вот давно, например. Ну, может, здесь счастливые люди сидят, а по грибы или куда-то. Но я правда видел японца, у которого на поясе полированная деревяшка. Пожилой. И он все время к ней прикасался. И мне кинуть объяснил, что это вот он, ну, как бы энергию какую-то. Вот ему гладкая вещь. Вот он потрет, ему интересно. Ему приятно. И хорошо. Но вот эти фонари и водопады. Значит, еще раз, конечно, ни о каком фонтане не может быть и речи. Никакой механизм не может присутствовать в японском саду. А вот то, что это такой разный всякий водопад, и по-разному он шуршит и отражает лунный свет. Ну, вот в руководстве устройства водопадов сказано, что главное – это камень, по которому стекает вода. С него все начинается. А остальное уже должно с этим соотноситься. Но вот этот знаменитый Дейсен-Ин, он как раз, вот здесь он повествует, вот этот уголок сада, о буйстве природы. О стихиях, которые рвут человека на части и ломают его мостик, по которому он готов перейти в жизненный поток, но вот-вот он рухнет под напором какого-то ужасного несчастья. А это вот как раз чайный домик и чайная церемония. Тут надо бы сказать вот о чем. О том, что культ чая возник относительно поздно, все-таки 15-16 век. До этого в придворных кругах была распространена так называемая игра чая. Собирались, ну, самураи, там, не знаю, самодворяне, ну и пили чай, и определяли сорт. Вот, собственно, и все. А в 15 веке, и особенно в 16, когда самураи лишились своих таких вот, ну, недолжностей, а вообще были оттеснены от двора как сословия, вот они организовали такие разного рода ученые, в том числе сообщество, и там возник культ чая, путь чая. И вот весь разговор о чайном саде. Значит, сад примерно такой же, но, повторяю, вот путь особенный пришедших гостей. Потом они должны были постоять, совершить омовение около, так, ну, вот здесь там, может быть, видно, ну, вот каменная какая-нибудь чаша с водой, обязательно родниковой. Обязательно бамбуковый ковшик двух типов. Один напоминает женское кимоно, другой – это вот четкая геометрия японского дизайна. Надо полюбоваться. Помыли руки, посмотрели все окружающее, потихоньку забрались в этот чайный домик. Вход маленький, чтобы мечи свои, все сабли оставить за порогом. Там внутреннее пространство, очень маленькое, на два татами. Это примерно 4 на 6, как максимум. И вот оно так примерно выглядит. Да, вот такой чайный домик. Ну, вот в Киото, около Серебряного павильона, я как бы забрался в такой чайный дом. Действительно странное немного ощущение такое. Но, опять же, абсолютная пустота. Только специальная ниша, здесь широкая почему-то, для произведения искусства. Там, значит, каллиграфия какая-то, какая-то надпись. Например, «Кто уйдет, не погонюсь». Нет, «Кто придет, не прогоню, кто уйдет, не погонюсь». Или что-нибудь в этом роде. Но, глядя на эту надпись, гости уже понимали, что и посуда будет подана в стиле вот этой каллиграфии. Если там какая-то размашистая, значит, будет стиль Рико, по-моему, он назывался, ручной такой. И по-другому разное. Икебана. Вот тоже это великое искусство. Мы специально потом в цикле «Искусство Японии» об этом поговорим. В маленьком большое. И все. Посидят. Значит, какие темы запрещены? Да. Вот когда Рико спросили о том, как же он понимает секреты чайной церемонии, он сказал, «Нужно, чтобы гости ощущали летом прохладу, зимой тепло, чтобы они выпили чаю и остались довольны». Других секретов нет. Но все-таки, вот там, допустим, запрещались разговоры, очень важно, о богатстве своих родственников, о мудрости людей, о войне и о вашей религии. Вот эти разговоры были совершенно исключены. А о чем же тогда говорили? Ну, вот это, кстати, сама чайная церемония почему-то дамы. Вот в 19 веке, может, уже и для дам такая предусматривалась вещь. То есть там действительно ничего. Котелок для воды, уголек такой, жаровинка, чтобы вскипятить воду, специальный сосуд для зеленого чая, порошка и чашки. Ну, венчик бамбуковый для взбивания чая. То есть уж ничего такого прямо, знаете, сверхэстетического, конечно, не было. Ну, такие маленькие чайнички, маленькие чашечки. Тут фарфор, а на самом-то деле это все не так было чуть-чуть. Вот сидят девчонки, пьют чай. И точат лясы, как сказали бы у нас. А на самом деле, конечно, путь чая – это все-таки более сложная вещь. Вот старая фуга называется для бочка с чаем. Не знаю, почему бочка стояла, но вот во всяком случае такой старинный мастер чая. А вот это чашки, вот это все потрясающая вещь. В Перми, не знаю, как сейчас, давно, молодой я еще был, с товарищем пошли в кафе. Кафе называлось «Россиянка». Заходим и видим, кореец какой-то оформлял, бумажные фонари, вот все прочее. И тогда обратил я внимание вот на эти чашки. Привез он их, что ли? То есть действительно сделанные без помощи гончарного круга, полутреснувшие, с какими-то затеками, затертыми. Но вот эти чашки, причем по ритуалу, ритуал тоже хитрая штука. Значит, первый гость отпевает глоток, отирает обязательно, передает другому. И вот так чашка прошла, она закончилась, начинается разговор. Ну, похвалить надо, разумеется. И так. Потом каждому дают вот такую чашку. И хозяин рассказывает, мастер такой-то, сделано тогда-то, при таких-то обстоятельствах. И чашка эта побывала в таких-то, может, перипетиях, что-то такое. Вот разговор начинает вертеться. Ну, вы оцените все-таки вот эту удивительную, вот эту ваби-саби, бедность и простота. Вот тезис, путь и чая, это почтительность, это тишина и покой. Ну, и как это вот по-русски сказать? Ну, такая невыпендрежность, что-то называется. По-русски я знаю, по-изнему не знаю как. Вот, понимаете, вот это ваби-саби, это бедность, это бедность, но уникальность. Вот вы понимаете, как бы это, говорят, что нет перевода ваби, вернее, саби. Но все-таки это, так я подозреваю, простота и скромность, тихая печаль. Ну, смотри, мужики здоровые сидят и тихо печалятся. Ну, это вот как Пушкин писал, печаль моя светла. Вот сегодня погода подходящая. Подойдешь к окошку, печально. Ну, правильно, светлое чувство-то, хорошее. Ну, что ж, хохотать, что ли, все время. Поэтому вот это ваби-саби на чайной церем, это вот, мне кажется, такое очень, очень, такое неглупое времяпрепровождение. И тут мы должны еще раз, вот эстетика, эстетика вот этого дальневосточной керамики. Конечно, там есть огромные фарфоры, расписные и все прочее. Но вот эти, вот эти вещи, ручные, без гончарного круга с затеками глазури. А это просто современная японская посуда. Я специально подобрал, потому что мне кажется, что вот все эти посылы, они дошли до нашего времени. Ну, представляете, ведь японский стол, да, он такой очень, ну, как бы это сказать, если китаец хочет спрятать, что, из чего он готовит, там не поймешь, там 20 блюд, все из сои, а думаешь, что это из рыбы, это из мяса. То японцу надо обязательно украсить. Даже в придорожной харчевне ставят на стол такой комодик, из комодика надо достать, это достать, да это достать. И все это вот такой вот красоты, вот такой под сурдинку. Ну, вот это вот ярко, наверное, для японского стола. Ну, всякие бывают традиции. Вот, вот здесь вот этот принцип асимметрии, когда, ну, так и хочется цветок-то этот стащить, чтобы он весь был изображен-то, а он вот половина почему-то. Вот, то есть такая вот современная японская посуда. Она очень функциональна, на самом деле, но, наверное, в своих лучших образцах. Теперь о других садах. Вот это знаменитый золотой павильон. Работа это, по-моему, 14-го столетия. В Киото тоже находится. Это павильон, который выстроен над ним их сегунов, который ушел на покой, на пенсию, по-нашему говоря, и решил удалиться вот в такое изящное строение, заниматься музыкой, живописью и все прочее. Они действительно, эти два этажа, покрыты золотыми листами. А первый этаж нет, потому что там как бы зал приема. Он горел. И Кинайте мне рассказал, что вот какой-то монах сумасшедший поджег его в 50-м году. Но то, что мы видим, это 1955-го года постройка. Значит, вот несмотря 10 лет после войны, а все-таки восстановили в первую очередь золотое павильон. Ну, еще раз призываю обратить ваше внимание на изящество вот этих крыш с доугунами. Вспомнить, что это тщательнейшим образом рассчитанный подъем крыши, чтобы летнее солнце не жгло, а зимнее солнце проникало аж в сам дом. Чтобы ветерок тоже овивал вот это все помещение, поэтому это вот тщательно вот так мог выглядеть. Вот островок, обратите внимание, я уверяю вас, сосны там посажены на этом островке. И тоже он носит какое-нибудь название и что-нибудь такое хитрое олицетворяет. Ну и сам по себе он, конечно, красив. По-моему, золотой павильон вот это озеро называют озером отражений, потому что как раз вся архитектура и все строение отражается. Серебряный павильон, внук вот этого все гуна решил выстроить себе такой же, велел покрыть серебром. Но серебром его почему-то не покрыли. Наши исследователи почему-то все время пишут, что серебро разворовали. у нас такая у нас ну, как бы ментальность, что ли. А вообще на самом деле неизвестно, почему не покрыто. Но все равно термин остался. серебряный павильон. Оцените зима, оцените редкое, мало там снег лежит все время, но вот эту вот опять же простоту и красоту, простоту и красоту. Вот он серебряный павильон. Низ вот как бы в таких традициях синтаистских, вверх значит все-таки буддийский. Ну вот это немыслимая красота все-таки японских садов. Я просто здесь действительно подобрал. Ну вот это реаги с чего мы начали. Вот это то ли тигры перебывающие поток, то ли это вершины гор, торчащие из облаков, то ли что-то еще, как угодно, как угодно. Но если мы действительно вдруг представим себе вот тот левый камень и справа от него черепашонок, который вдруг поплуду от матерей куда-то далеко, вот возникает какое-то другое чувство, что если вы видели черепаху черепашонком, которые ползут по по виску. Вот еще один сухой сад. Вот максимум изменений это мох, который окружает камни. И не буду я навязывать свои фантазии и свои какие-то вещи по поводу трактовки. Ну вот это современные интерьеры. Я сделал такую небольшую подборку отелей, домов о том, как все-таки действительно и танги, и там вообще есть очень интересные архитекторы, которые никак не могут оторваться. А зачем собственно от традиции включать природные элементы чуть ли не в саму комнату. Вот эти ширмы, которые закрывали. вот эта гостиница, как бы внутренний двор гостиницы под Токио. Ну вот еще. А это жилой дом. И тем не менее, там вот эти вот как бы камни натащены. Ну вот, если не ошибаюсь, это последняя иллюстрация. Эта фотография сделана из дома, а терраса это называется терраса для созерцания луны. Ну, я не хочу сказать, что мы все должны сейчас моментально ну, как бы бросить все и отправиться созерцать луну или на гору прекрасного вида, но иногда, но иногда надо, конечно, посмотреть еще раз легенду о Нараяме. Почему тут в Японии этот фильм не произвел впечатление? Я вспоминаю чуть ли не каждый кадр. Ну и вспомнить, что есть такая вот японская культура, японское искусство и искусство японских садов. Спасибо вам за внимание, увидимся в следующий раз. АПЛОДИСМЕНТЫ